МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да. Кризис во всем. Да. Жениться дорого. Клиентов нет. Слушайте, а может, акцию сделать? Купи одного мужа, а второго получи в придачу? СМЕХ Ой! Артур Валентинович, дорогой вы наш арендодатель! А как же вы вовремя? Ну, как дела? Так это кризис? Ну, вы еще богато живете, яйца отварные. С соседнего вовсе их сырыми пьют. Кстати, я что зашел-то? Аренда поднимается в два раза. Как? Так мы же в январе на год вперед заплатили. Как вы говорите, кризис? Вот я ее с января и поднял. Ох, так что до конца вашей аренды осталось два дня. Ну, хорошо. Тогда через два дня увидимся. Жизнь иногда выпускает жало, стирая прошлое, словно вирус. И как и из тоже нас сбежала, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается, слезы утри, по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас, избранный небесами. Он вам не старый баркас, а фрегас с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки. Ждут его дома всегда его папины дочки. Тамара, а почему вы так спокойны, а? Вы что, не понимаете, что если мы ничего не придумаем, вы лишитесь работы? И что? А то, что не будет ни зарплаты, ни премии, ни отпуска. А что ж вы молчали-то? Господи. Срочно что-нибудь придумать. Так, думай, Тамара, думай, думай, Тамара. Есть идея. Вы отправляете меня в отпуск, и там, в непринужденной обстановке, мне приходит в голову гениальный план. Как? Никак. Ладно, современники никогда не понимали гениев. Думай, Тамара, думай. Думай, Тамара, дум... Хорошо. Тогда банально. Даем два объявления в разные газеты. Одно. Брачное агентство с большим выбором женщин приглашает к сотрудничеству мужчин. И ваш телефон. И второе. Брачное агентство с большим выбором мужчин приглашает к сотрудничеству женщин. И мой телефон. Гениально. Все женщины пойдут к вам, все мужчины ко мне. Вот тут-то мы их всех и поженим. Что, Веник, устал? Наверное, после общения с Машкой мозг болит, да? Не, руки болят и ноги. Так, а что это с ней? Руками и ногами делали. Вот я иду на кастинг. Так, радиоактивная приглашает на кастинг активных и талантливых девушек с запоминающимися голосами. Машка, а ты при чем? А что столько объявлений, Маш? Ты что, с первого раза не поняла про кастинг? Мы по этому объявлению и срывали, чтобы у Машки меньше конкуренток было. Вот точно. Машке только и на радио надо работать, чтобы ее кроме микрофона никто не видел. Это сначала меня никто не будет видеть. Зато потом, когда зрители привыкнут к моему голосу, они будут с кипами слать письма на телевидении и просить, покажите нам Марию Васильцову. У нее суперголос. Мы хотим увидеть ее всю до мельчайших подробностей. Так что до встречи на радио. Активная. Кстати, надо будет узнать, на каких волнах его будут вещать, чтобы случайно на него не попасть. Да, слушай. Мы все-таки с Машкой не зря сегодня ходили. Я вот себе книжку рекордов Гиннеса купил. Новую. Между прочим, она у меня пятнадцатая. Ты что, хочешь попасть в книгу рекордов Гиннеса самой большой коллекции книг рекордов Гиннеса? Да нет, хотелось бы побить какой-нибудь рекорд. А еще лучше установить какой-нибудь свор. Так, представьте, будто вы слушаете радио. Активная. Слушай, Венька, давай с тобой зуб выключим. Так, я у бабушки взяла пару новых катет. Приступим. Вчера Сергей Бубка установил новый мировой рекорд. Маша, Бубка установил свой последний мировой рекорд лет двадцать назад. Тебе с такими свежими новостями только на радио ностальгирующей ностальгии идти. Ну, не в бубке же дело. Ну, как я читаю? Маш, ну, радио активное, понимаешь? Так, да. Активное. И тебе самой нужно быть активной. Да, как, ну, как Тина Канделак, я не знаю. А ты сейчас как этот Малахов, который с плюсом. Итак, судя по тому, как вы быстро откликнулись на объявление, вам срочно нужна женщина. Нет. Судя по тому, что вы такое объявление разместили, вам срочно нужны мужчины. У меня к вам деловое предложение. Буквально за десять тысяч рублей я помогу вам с мужчинами. Но десять тысяч рублей – это очень дорого за мужчин. Дорого? Весна. Самое время вкладывать в гормоны. Они сейчас надежнее нефти. Ладно. Позвоните по этому номеру, и мужчины к вам толпами повалят. Да. Надеюсь, это не номер в исковой части. Людмила Сергеевна, зачем вы мне звоните? Я вам. Да. Дорого мне сейчас обошелся исходящий звоночек. А что случилось? Ничего. Я просто звоню вам сказать, что оба объявления подействовали. Только ни клиентов, ни денег от этого больше не стало. Алло. По объявлению? Алло. Нет, нам не нужна толпа женщин. Простите? А, вам нужна женщина? Да, конечно. У нас их целая толпа. Да, конечно. Ждем вас завтра. До свидания. Итак, устанавливаем мировой рекорд в метане диска Сергея Лазарева. Отличный результат. Двадцать семь метров. Это я еще диск Билана у Машки не нашла. Его бы я на километр метнула. Триста двадцать пятая. Еще сто налицо, и мы побьем рекорд. Блин, как этот швейцарец умудрился засунуть в рот двести шестьдесят соломинок? Чего молчишь? Так. Леник, давай и завтра продолжим, а то я уже спать хочу. Давай. А ты, кстати, знаешь, что мы с тобой уже двадцать часов не спим? До рекорда осталось всего двести десять часов. Да, да мы с легкостью побьем. Так, следующее, пожалуйста. Ну, здравствуй, мое радиоактимон. Ну, где мой микрофон, с которым я сольюсь на радиоактимон? Или где? Запишу, может быть, пару джинглов. Так, стоять здесь. А, может быть, так. Радио, а, крокодилы белемоты. А, обезьянка шалуты. А, радиоактимон. Радиоактимон. Девушка, вы нам не подходите. А, вон, не подхожу, спасибо большое. Маш, Маш, ты зачем столько энергетика выпила? Ну, я так волновал, что подумал, что одной баночки будет мало. А когда вторую выпил, то подумал, что двух будет мало. А почему тогда только пять? Ну, я хотела больше, но меня ноги сами понесли на радиоактивно. Я тоже хочу быть такой уж активной, как Маша. Муговка, тебе не надо. Ты же пьешь витаминки, поэтому ты нормальная активная девочка. А вот Маша у нас активная, но ненормальная. Веник, сейчас мы сделаем еще кофе и не поспим еще чуть-чуть. А вы посмотрите все серии этих кошмаров на улице Вязов. Точно не уснять. Веник, а это идея. Пойдем в третий раз посмотрим их. Пошли. Ой, я тоже. Кажись, отпустила. Ну? Ой! Черт! Меня ж на радио не взяли. Женя, Женечка, Женечка, Женя! Это так тебя отпустило? Женя! Да что? Нет, я тебя никуда не пущу, пока тебя не отпустят. О, Женька, точно! Вот кого мне сегодня на радио не хватало. Завтра мы с тобой на радио пойдем вместе. Зачем? Ну, потому что кроме тебя меня больше никто не сможет удержать. Извините, Эдуард, что так долго, но просто, как гласит народная мудрость, трудно найти кофе, если секретарша нет на работе. Спасибо. Я кофе не пью. Вы знаете, он вреден для обоняния. Пью зеленый чай, он не вреден. А, ну что ж вы сразу не сказали. Это бы очень упростило мне задачу. Его у нас вообще нет. Ну так, заполнили анкету. Да. Когда будет результат? Я думаю, недельки через две. Мм, это долго. Я готов заплатить в четыре раза больше, чтобы завтра вы мне предоставили десять вариантов. Ой, ну это много. Давайте завтра будет пять вариантов, а заплатите вы в два раза больше. О, как вы хорошо пахнете. Вы знаете, человек, который хорошо пахнет, внушает доверие. Я согласен. Итак, у нас был клиент. В итоге завтра вам придется быть не моей секретаршей, а пятью разными, одинокими и, по возможности, красивыми женщинами. А, как это? С помощью платьев, париков и косметики. Или вы разучились этим пользоваться? Следующая! Ой, опять вы! Мы же вам сказали, что вы не подходите. А я уже сегодня ничего не пила! Ну, разрешите мне еще раз попробовать? Пожалуйста! Может быть, я создана для радио... А-а-а! А-а-а! Это кто? А это моя сестра. Она просто подождет, пока вы меня на работу не возьмете. Так, ну, ладно, ладно, давайте попробуем. Идите, садитесь. Давайте, 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 быстрее. Времени у нас немного. Это микрофон, это текст. Смотрите, не перепутывайте. А-а-а! Не надо сгодать микрофон руками, Горо, а? Да-да-да-да-да-да-да-да. Так. Раз, два! Не надо раз-раз! Просто читайте текст. Хорошо, и так. Новости спорта. Мария Шарапова вышла в финал престижного теннисового турнира. Ого! Что значит «ого»? Какое «ого»? Ну, в смысле, ух ты! Я просто не знаю, что Шарапова в теннис играет. Дайте сюда. Так. Так, читайте новости футбола. Давайте. Женечка, сейчас ты услышишь новости своего любимого футбола. Какая Женечка? Какая Женечка? Ну, вы разговариваете с многомиллионной, я надеюсь, аудитории наших радиоуслужителей, а не Женечкой. Стой, 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 стой. Не надо, не надо. Вчера «Этаноль» сделал хитрик за барсу. Наверное, ошибка. Наверное, за барсука. Маша, «Эталой» сделал хитрик за барсу. Бред какой-то. В моем варианте этого больше смысла было. Там хоть какой-то понятный барсук был. Маша, «Эталой» — это футболист. Барси — это Барселона, а хитрик… Ну, хитрик — это хитрик. Стоп! Девушка, вы нам не подходите. А может, я еще не могу? Не трогайте ничего руками! Идите, пожалуйста, отсюда. Я вас очень прошу. Нет, оставьте микрофон, оставьте. Пожалуйста, уходите, девушка. Не трогайте ничего руками! И меня вы здесь больше тоже никогда не увидите. Стоп! А вот вас я как раз хотел бы видеть здесь завтра. Дело в том, что вы первая девушка, которую правильно прочитали. Это Охе, трик и барса. Итак, претендентка номер один — Тамара. Так, давайте сразу следующую. Ну, что ж, вот это уже лучше. Только что это за вульгарный запах мандаринов. Это что, зря тряпочка жмачки сживала? Давайте попробуем вот это. Другое дело. Давайте третью. Прекрасно, прекрасно. Только что это за странный запах? Вам кто его порекомендовал? Вы знаете, под вашей веснушкой он абсолютно не подходит. Извините, попробуйте вот этот куртуазный аромат. А-а-а! А выбыл у меня от его куртуазов аллергия. А-а-а! Давайте следующую. Ой, господи. Зачем ты вообще, ой, полезно со своими подсказками, если бы ты не скажешь, что такого ЭТО и барса, то, может, и так бы все прокачало? А-а-а! Ты страшно, золотая, чтобы работать на раньше! А-а-а! Спай, ты спай. Спай, ты спай. Венек, нам нельзя садиться! Нельзя садиться. Не садись. Если мы сядем, то ляжем. А-а-а! И уснем. Уснем. Пошли за кофе. Еще кофе, да? Новый рекорд. Две банки кофе задуваешься. А, Женечка, а на чем мы с тобой остановились? А-а-а! 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 Успокойся! Маша! Сейчас, или мне… Маша! Маша, успокойся! Я же не… Успокойся! Я не специально туда устроилась! Так получилось! Хочешь? Хочешь, мы пойдем, я уволюсь! А-а-а! Нет! Нет? Мы вместе с тобой-то давайте! Жень, ты… Да только, да только им… Да только им скажи, что я буду работать или с сестрой, или вообще не буду работать! А-а-а-а! А-а-а! Мы так и скажем! Только для этого нам придется с тобой захватить паяльник и утюг! И кофе! И кофе-кофе! Паяльник, утюг, кофе! 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 И еще баночку кофе захватить! Самой баночку! Кофе-баночку! И кофе! А на чем я становилась? Ну, я думаю, достаточно! Достаточно! Я не любитель восточной экзотики в российском исполнении! Я говорю, Фатима! Спасибо! Хорошо, что еще пупок не пробило! Ступайте! Ступайте! Итак, Эдуард, вы определились! Да! Мне понравились номера два и три! Ну и кого же из них вы выбираете? Вы не поняли! Мне нужны сразу две женщины! Дело в том, что два месяца после развода я просидел без дела! И теперь пора в бой! Вы опять не поняли! Мне нужны сотрудницы! А вот к вам я пришел, потому что одинокие женщины полностью отдаются работе! Ну и мне! Иногда! Тамарочка, клиенту нужны сразу вторая и третья претендентки! Это как-нибудь возможно? Вы что, совсем уже? Ну, все ушли! Кроме одной! А кто остался? А кто нужен? Рыжую давай! Отлично! Как раз она и осталась! Вот! Ага! По-моему, чего-то не хватает! О-о-о! Это! О-о-о! Да нет! Куда делись ваши веснушечки? И зачем пользоваться сразу питью духами? Ничего! Конечно! Понимаю! Все пять вариантов – это были вы! Мои глаза-то можно обмануть, а вот нос... Никогда! Здрасте! О-о-о! Здравствуй-здравствуй! Привет-привет! Будущая Гусева Уткина Перетурина! А вот и я опять в эфире! Опять вы, господи боже мой! Девушка, вы нам уже третий раз не подходите! СМЕХ Понимаете? В общем, я согласна работать у вас ведущей только сестрой со своей! А кем она будет? Стойкой для микрофона? СМЕХ И вообще, кто вам сказал, что вы будете ведущей? Мы планировали вас сделать редактором новостей! А значит, все-таки ведущей буду я? СМЕХ Девушка, милая, вы могли бы стать идеальной ведущей! Но для этого нужно молчать! СМЕХ На радио это нереально! Вот на телевизии... Точно! Точно! Зачем вам радио? Идите сразу на телевидение! Да? Конечно! Поверьте моему опыту, милая моя! Поверьте! Вас лучше не слышать, а видеть! Вот я вас видел уже три раза в жизни! И поверьте, это незабываемое зрелище! СМЕХ Женька, ты слышала? Меня ждет телевидение! А ты работай этим своим редактором и исправляй эти ударения в своем барсуке! Спасибо! Пожалуйста! Телевидение! Телевидение! СМЕХ СМЕХ Вот ваш аванс! Извините, что так получилось! Просто замуж очень хотелось! Или премию! СМЕХ Здравствуйте! Ну, как насчет арендной платы? А вы не могли бы подождать еще пару дней? Я-то, конечно! А вот квадратные метры — нет! СМЕХ 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 То есть как? Вот так! Я его арендую! Правда, Артур Валентинович? Точно! В делах аренды главное, чтобы от перестановки слагаемых сумма не менялась! СМЕХ Эдуард, до новых таких же приятных встреч! СМЕХ До свидания! СМЕХ СМЕХ А как же мое агентство? Где мы будем работать? Ну, если хотите, то у меня! Вы как раз мне подходите, да и с креативностью у вас все в полном порядке! И платить будете? Ну, если не хотите — не буду! Хочу-хочу-хочу-хочу! СМЕХ А вы? Я могу работать за двоих! Секундочку! И все-таки! А как же мое агентство? Будете заниматься им в свободное от работы время! Как хобби! Я, например, коллекционирую запахи! А вы будете коллекционировать счастливые браки! СМЕХ Ну, давайте попробуем! СМЕХ О, блин! СМЕХ 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 А я думаю, что вы уже не проснетесь! СМЕХ Веник, подъем! СМЕХ О, черт! Рекорд накрылся! Два часа проспали! СМЕХ Нет, не два часа! Вы проспали сутки и два часа! СМЕХ СМЕХ Подряд целовалась! СМЕХ Я сейчас другой рекорд установлю! Где девушка била парня восемнадцать часов подряд! Нет такого рекорда! Сейчас будет! СМЕХ 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 ПОТОВА СМЕХ СМЕХ Редактор субтитров А.Семкин